Незаконная госпитализация лица медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Те люди, которые проходили дополнительное обследование за деньги, пожалуйста, сохраняйте чеки, не выкидывайте их, пишите мне в соцсети ВК, Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук. Никита Забазнов, житель Владивостока, весьма известный ютубер. Его канал насчитывает более 111 тысяч подписчиков. Контент Никиты скандально-оппозиционный. То единороссов он троллит, то следственный комитет, который не хочет расследовать срыв выборов губернатора в 2018 году. Вот решил Никита вывести на чистую воду врачей психоневрологического диспансера, расположенного на Некрасовской, 50. Забазнов приехал туда проходить комиссию для продления водительских прав, но там с него попросили 4 тысячи рублей за дополнительное обследование. Все это он фиксировал на диктофон. Я на приеме. Объясните мне, пожалуйста, причину, почему вы меня направляете на обследование, которое стоит причем 4 тысячи рублей. Сейчас очереди нету. Я записался на прием. Почему вы мне отказываете? Ну а потом начался скандал с вызовом полиции. Блогер обвинил врачей в превышении должностных полномочий. Все эти события происходили в конце марта, 26 числа Забазный пропал. В тот день, по словам отчима, молодого человека, он повторно поехал в психоневрологический диспансер на Некрасовскую, чтобы получить справку. Домой он после этого уже не вернулся. Когда стали разбираться, выяснилось, что сейчас Никита находится в психиатрической больнице на Шепетково. На каком основании его туда поместили, отчим не знает, но вроде бы как был какой-то суд. Телефон у Никиты забрали. Связаться с внешним миром он сейчас не может. Какое-то было судебное решение, на основании которого его поместили в психиатрическую больнице? Ну, я надеюсь, что она была. Но я когда туда приехал, никто его не показал, никто ничего не дал. Я надеюсь, что, я думаю, что это заседание проходило там уже в палате. То есть оно прошло буквально на следующий день, как я к ним приезжал. Но потом, когда я просил, говорю, мог бы ли я ознакомиться с каким-то решением, то все, мне сказали, конечно, нет. И до какого он там будет, его там собираются вообще держать? Ну, сказали, что месяц. А какой диагноз? Ну так, среди слов, она сказала, что физический здоров, как она мне сказала, но физический нет. И он находится там на обследовании и лечении, вот так она мне сказала. Это занядущая, да, вам сказано? Да. Это Татьяна Татьяна Анатольевна. К нам обратились представители Никиты Запасного, которого органы власти откровенно преступными способами лишили свободы и личной прикосновенности и поместили в психиатрический стационар за осуществление им правозащитной деятельности. Фактически правозащитной деятельности. И теперь они его скрывают. Вчера 13-го председателя Международного общественного движения «Общественный контроль правопорядка» Ирина Иванова позвонила в психиатрическую больницу. Там прикинулись невменяемыми и просили перезвонить сегодня, то есть 14-го апреля. Сегодня Ирина Иванова также позвонила в этот стационар, и вы можете послушать, что ей ответили на ее объяснение. Скажите, пожалуйста, я разыскиваю забазанного Никиту. Он у вас на отделении? Так, так, дождите, что он у нас. Забазный? Забазнов. Что такое? Забазнов. Вы знаете, вот я опять вам звоню, все время почему-то сбрасывается звонок по поводу забазанного. Ваш номер заплатирован. Поставайтесь на снятие с услугой по полнепощи 2. 30 рублей за 15. Звучит звонок по поводу забазанного Никиты, который был в недобровольном порядке помещен на 2-е мужское отделение. Вот я сейчас звоню на это отделение, и со мной отказываются разговаривать, все время бросают телефон, а в последний раз просто мне автоматический сигнал выдался. Ваш телефон заблокирован. Я вообще ни одного вопроса не успела задать, я только назвала его фамилию. Как мне связаться с Забазновым и осуществлять защиту его прав? Я не знаю, я адвокат, я хочу поговорить с Забазновым. Как это сделать? Вы решите официальный запрос. Я уже сделала официальный запрос, ответа нет. Я могу с главным врачом поговорить или нет? По электронной почте я сделала. Он не зарегистрирован, он по-моему еще. Ну так я не знаю, зарегистрирован, его можно вообще не регистрировать и говорить мне, что он не зарегистрирован. Я хочу поговорить с Забазновым. По электронной почте я посылала. Вы его не приносили? Я по электронной почте вам направляла запрос. Адвокатских запросов там не было. Там был запрос от общественного движения. Общественный контроль правопорядка. Адвокатских запросов там не было. Там из общественной организации пришел запрос. Вопрос идет о лишении свободы и защите. Осуществляется незамедлительно с момента лишения свободы. По разговору вы можете убедиться о том, что представители психиатрического стационара не имеют ни малейшего представления о том, кто такой является личный адвокат пациента, которого помещают в психиатрический стационар. И это лица, которые лишают жертв свободы и личной неприкосновенности. Они вообще не знают, что такое законность. Они не имеют никакого представления, например, о пункте 1С принципа 13-го защиты психических больных лиц и улучшения психиатрической помощи, которые гарантируют любым представителям встречаться и общаться со своими доверителями. Кто такой этот главный врач? Кто он такой перед законом? Он никто и звать его никак. Позавчера я им направил свое обращение и объяснил, что за незаконное лишение свободы Никиты Забазного им придется платить ему по 1000 евро за один день нахождения в психиатрическом стационаре. Ниже этой планки они уже опуститься никак не могут. А каким образом Забазный оказался в психиатрическом стационаре? Кто его туда поместил? Его туда поместили судья, прокурор и адвокат. Но даже для того, чтобы поместить в психиатрический стационар человека, должно же быть заключение врачей? А каким образом было проведено освидетельствование? Почему во время освидетельствования не присутствовал представитель Забазного, который должен был присутствовать? На каком основании они помещают психиатрические стационары в нарушение установленного российским законодательством порядка? Мы должны прийти к выводу о том, что краевую психиатрическую больницу возглавляет умственно неполонценно абсолютно тупое существо, которое не имеет никакого представления ни о нормах действующего законодательства, в принципе, ни о психиатрии в частности. Потому что для того, чтобы поместить гражданина в психиатрический стационар, для этого должны быть законные основания. Основанием для помещения Никиты в психиатрический стационар явился его разоблачительный ролик относительно того, какое беззаконие и бардак творится в психиатрии города Владивостока. Вот и все основания. И все это крышует полиция, а также прокуратура и суд. И если вы посмотрите другие ролики, то вы найдете, как сотрудники стационара говорят о том, что по решению суда они могут поместить фактически любого человека к ним в стационар. Что это как неорганизованное преступное сообщество? Обращаю внимание на то, что это творится не только в городе Владивостоке. Это творится по всей России. На сегодняшний день Никита Забазнов помещен в нарушение статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах, статьи 7 этого же пакта, и пункта 3 статьи 2 Международного пакта о гражданских и политических правах. И за эти преступления вы будете нести ответственность по полной программе. Акция «Свободу Никите Забазному» прошла сегодня под стенами психиатрической больницы Владивостока на Шепетково. Машина с громкоговорителем на крыше встала напротив окон стационара и вещала специально для врачей, удерживающих видеоблогера, текст 128 статьи Уголовного кодекса, которая звучит как «Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь». Так сказать, повторение мать учения. Адвоката, которого наняли общественники, к нему не пускают. «Мы сегодня были возле больницы и переписывались с главврачом. Требовали встречи с Забазновым, но руководство стационара прикрывается карантином. Более того, главврач подтвердил, что парня принимали на основании решения суда, без присутствия адвоката. Главврач считает, что адвокат Забазнову не требовался». «Ягобы какие-то экстраординарные были условия и ситуация требовала так, что не нужен ни адвокат, ни кто другой. Вот быстро-быстро упекли и все. Понятно. Тот период, и та процедура, тот этап, его помещение в стационаре уже прошел. Он находится три недели в стационаре, и до сих пор ему не предоставлен адвокат. Ни бесплатный, ни платный. Уверена, что за этот период ему даже не разъяснялись права, и не предлагалась какая-либо юридическая помощь. Хотя он имеет право как на адвоката, так и на другого любого защитника, своего представителя, имеющего высшее юридическое образование. Даже я могу представлять его интересы. Но мы не можем пробить эту стену, потому что нет никакого контакта с Никитой, нет возможности даже по телефону поговорить. Прикрываются карантинными мерами против коронавируса. Хорошее прикрытие нашли. И в итоге Никита лишен сейчас даже общения с внешним миром. Это хуже, чем тюрьма. Это за стенки гестапо. Казалось бы, что сложного показать общественности госпитализированного блогера и пустить к нему адвоката. В крайнем случае можно было бы обойтись телефонным звонком. Но нет. Значит, что-то нечисто у этих психиатров. Сегодня так называемое прослушивание для народа было под стенами больницы на Шепетково. Реакции пока нет. Ну что ж, тогда завтра машина поедет в Крайздрав на Первую Морскую. Пусть и там послушают. А послезавтра граммофон на колесах будет ездить вокруг здания правительства края. Потому что кто-то должен в это вмешаться. Поскольку на наших глазах люди в белых халатах чинят лютый беспредел. Свободу Никите Забавному! Хватит лечить здоровых людей! Свободу Никите Забавному! Неоткарательной медицине! Свободу Никите Забавному! Губернатор Кожемякова, смирись с ситуацией! Свободу Никите Забавному! Врачи-садистов под суд! Свободу Никите Забавному! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...